как все начиналось добро пожаловать на программу как все начиналось уважаемые зрители дождя меня зовут михаил козырев этот цикл программ про 90 мы стараемся поговорить с очевидцами события порой с теми людьми собственно которые и сформировали вот именно такие годы я стараюсь приглашать к себе гостей которые знают о 90-х не понаслышке и у каждого из них какое-то свое получается ощущение того времени себя самого и той эпохи давайте начнем с визитной карточки сегодняшнего гостя резюме одной из самых любимых английских команд среди российских любителей рок-музыки была есть и остается группа дар стрейс и хотя именно легко узнаваемый голос марка ноффера и его неподражаемая манера игры на гитаре определяли звучание дар стрейс весть о выходе его сольного альбома golden heart тревогой отозвалась в сердцах всех поклонников группы неужели распались большинство поклонников групп по youtube ассоциируются в основном с двумя ее лидерами вокалистом боно и гитаристом по имени дэйдж участников некогда популярной группы take that гарри барло предпринял еще одну попытку на стольном поприще известное западное издание the sun опубликовало интервью с музыкантом который во всеуслышание заявил что покончил с наркотиками и собирается с головой уйти в профессиональную деятельность в свете последних решений гарри барло работает над своим очередным сольным альбомом напомним что его первый самостоятельный материал open road вышел в девяносто седьмом году первый вопрос настолько часто приходил на наш пейджер что не обратить на себя внимание просто не мог расскажите пожалуйста подробнее о пребывании и савентин в москве поскольку этот уикенд на mtv посвящен мальчиковым группам то рассказ о парнях сводивших с ума девчонок в первой половине 90-х будет как нельзя кстати то что лето время фестивальное это аксиома но еще большая музыкальная акция может стать отличным началом нового концертного сезона таким подходящим событием на котором зрители смогли увидеть сразу 39 групп знакомых по эфиру нашего радио стал двухдневный фестиваль нашествия прошедшие на ипподроме в подмосковном раменске многие спрашивают о солисте этой команды вилле валу а именно о татуировках на его теле вот например poison girl из челябинска пишет настоящие ли татуировки у вилле валу почему-то иногда их у него нет или совершенно другие этот вопрос мы переадресовали самому вилле по моему некоторым людям надо купить очки у меня есть несколько постоянных татуировок я сделаю их потому что у всех моих идолов они были например у били айдола привет всем эта программа полный контакт и у нас сегодня студии александр иванов и группа ронда сергей скачков и группа земляне и у нас сегодня мощный живой и космический эфир между прочим все за уралом сибирь дальний восток уже голосуют но с этой минуты подключается и вся европа по итогам голосования там далеко лидирует группа земляне но европа присоединилась и может картина поменяться кто будет лидером решаете вы ронда или земляне и так дамы и господа сегодня у меня в гостях александр анатольевич вечер дружище но начнем мы сейчас вот не с этого фантастического периода задавал задавал планку того что хорошо и что плохо в мировой музыке а с того что я совершенно неожиданно для себя вдруг обнаружил что ты провизор а да ну по образованию я действительно провизор первый медицинский институт верой и правдой отучился и отслужил по диплому те самые пять лет которые положено было отслужить в разных ведомствах как я жил ведомства одномен здрав но в разных разные обязанности выполнял ипостаси это родители родительское желание это одно из наших семейных направлений медицина да это было решение с решением семейного совета то есть мама и я мы решили что пусть и доктором лечащим врачом или санитарно-гигиеническим я остановиться не буду но благодаря хорошей памяти знаний языков и экстравагантности своих устремлений возьму когда я стану провизором лекарственные растения биология химия всевозможные какие-то смеси и вообще мало понятного в том чем ты занимаешься да это вот как раз ко мне вот так оно и получилось да ты аптекарь до рубеж 80-х и 90-х как я понимаю три языка еще помогают вести какие-то переговоры для фармацевтических компаний ты уже помогали жить и работать я просто уезжаю в словению и успешно нахожу себе применение как специалист именно провизор и в лекарственных и в косметических каких-то там конторах компаниях переговорах и прочее поэтому пригождается и уже к тому существовавший итальянский и славянский который очень быстро появился потому что он очень милый и легкий язык на самом деле я думаю что из всего моего в общем не маленького круга знакомых единственный человек который владеет славянским языком да сами славянцы изумлялись да и я изумился к через два где-то две-три недели может быть максимум я вдруг взял заговорил знаешь как дети бывают молчат молчат там и вдруг как выдают целые тирады вот так и здесь выдаешь что-нибудь по-славянски ну сейчас при случае но когда обычно просятся рассказать какие-то неприличные слова а мне у меня такая бизнес-этика медицинская сейчас что-нибудь вернем и потом еще было потрясающе как я понимаю приключение которое тоже никаким образом вообще не вяжется с твоей основной профессии потом это путешествие на корабле матрасе да да еще вот это что как тебя угораздило очень просто ведь чуть-чуть с предисловием на днях в нашей стране многими нашими общими знакомыми коллегами и наверняка слушателем будет отмечаться 25-летие fm вещания в этой стране я пошел это раз и пера и праздну мы успеем я думаю один день праздновать не получится придется потратить здоровье на многих встречах так вот я влился в это движение затем начались какие-то переменные прочее я подумал они резко ли не поменять ли мне резко вдруг на про направлении после радио rocks и в соседняя дверь была радио 101 уже к тому времени были м радио евро плюс дома тогда был уже максимум и все это набирало силу все это менялась но и у меня звали страны и приключения и я вдруг ни с того ни с сего из fm эфира взял да и ушел на пароход работать в арабские эмираты и там провел добрых полтора два не не помню в общем был такой большой долгий контракт и мне этих приключений хватило надолго мне казалось что это будет длиться всегда и мне этого было всегда мало даже иногда время от времени флешбеки приходят и я так думаю тернуть что ли по местам былой славы или просто уйти в какое-то плавание нужно пассажиром к а ты просто доехал до эмиратов там работал и потом приехал обратно или выходили в какие-то дальние походы вот к слову о 90 хотелось найти к себе применение причем к экспериментам я был готов всегда молодой разбитной и поменял уже такое количество видов деятельности что когда мне предложили поработать в одной из туристических компаний а я не понимал что это такое тоже весь туризм мой заключался внутри страны он я проехал всю страну благо я сын военного и я к зрелому возрасту я уже побывал во всех уголках ну чтобы поехать за границу посмотреть на все и прочее прочее но разве что словения италия и тут вдруг возможность просто уехать туда в совершенно в другом качестве менеджер агент а я не помню туристическая компания которая занимается тем что соотечественники уезжают туда где острова вечное лето что-то какая-то сказка которую я никогда в жизни не видел того ну разве что в сочи гагра и прочее и я подумал почему нет и работаешь в офисе и говоришь на языке и время от времени пересекаешься соотечественницами и немаловажно конечно и всегда одинаковая прекрасная погода да еще в стране богатейшей стране мира почему нет но это мне быстро наскучило я просто примкнул к движению веселых моряков которые были частыми посетителями баров и ресторанов которые прилежали к офису туристической компании короче я был клерком месяц полтора не больше а потом просто принял дерзкий вызов типа слабо и я сказал да я ничего не умею но я возможно пригожусь все что я умел к тому времени из морского дела это только плавать но это тоже пригодился конечно ну а все остальное я просто набрал на ходу и узлы вязал и да да то есть на самом деле 90 если не кого попытаться не говорить громкими словами но честно время самоучек и ты мог бы научиться чему угодно когда угодно благодаря своим данным хорошим наставником или просто забирая какие-то там возможности навыки и пример ну куражу конечно куражу в первую очередь конечно должно было здесь без него вообще ничего не получится свербить конечно вот оно как раз и работало свербило это свербило эффективно работало а с радио с чего началась история как ты попал на рокс не поверите я был диктором на голосе россии и на вещание на на русском языке но выходила на весь мир для русскоговорящей публики для соотечественников и тех кто говорит на русском и это круглосуточное всемирное вещание безумно ответственное на пятницкой 25 чаще всего я дежурил по ночам я был медиатором немецкое слово медиатор ты получаешь факс телетайп еще что-то в какой-то момент вся редакция исчезает потому что завтра другая смена и ты остаешься один но ты через тебя проходят все эти новости ты отбираешь самые важные подчеркиваешь на каких-то бледненьких факсах выделяешь самые важные вещи ты новостной ведущий и в вершине часа после красивого объявления голос россии звучит ностальгическая видимо балалайка какая-нибудь там какой-то джингл который будоражит сердца и призывает всех послушать новости на русском языке и потом ты читаешь эти самые новости международные и внутренние и так длилось какое-то время не было отличная школа косяки были потому что без них невозможно потому что школа была там так я видел людей которые работали с левитаном и эти люди готовились к эфиру орфоэпические словари взаимные упреки и мастер-классы доска позора и доска почета кто где неправильно сказал ошибся или наоборот отличился то есть это была школа даже среди очень взрослого поколения я был вообще салабон и учился всему и впитывал и вот эту вот школу я прошел и со временем даже заслужил какие-то комплименты ну а тут уже друзья коллеги и навещание доблестные герои fm эфира впоследствии которые объединились музыкальное вещание дальше появился радиорокс это по моему 90 как я туда попал 90 91 тогда они были в осло потом переехали на пятницкую и понеслась дальше морская история а потом опять я вернулся в радиоэфир и через не 101 да и через какое-то вдруг время мне сказали хватит студии ты давай появляйся и давай рассказывать что-нибудь на тебя надо смотреть потому что ну ты все это дополняешь ты телевизионцы телевизионный человек я не понимал что они мне говорят но я был уже готов принять любое предложение надо было куда-то явиться я а я явился а я очень отчетливо помню как мы сидели с леной зименко так точно да и или мы по моему сначала сидели в кафе потом куда-то ехали на автомобиле и она мне взахлеб про тебя рассказывал что ты она ругала на она была в абсолютном восторге да и значит тогда она ну то есть она рассказала мне тогда просто всю свою твою историю значит сказала что в истории попадания в офис дважды два да да и значит я помню что это просто я не так часто слышал от нее какие-то такие большие рассказы о своих ведущих вот но вот рассказ о тебе я помню абсолютно точно и значит расскажи как вы пересеклись с леной потом с борисом горящим зосифом ну вот куда я явился это был какой-то по моему вполне символический кастинг в малом доме как он называется ска 3 на академика королева я просто поставили в кадре сказали ну что-нибудь расскажи я что-то рассказал ну а теперь что-нибудь прочитай перескажи я пересказал мне это было абсолютно несложно потому что привычка к эфиру она она и и никуда не денешь это как умение кататься на коньках на велосипеде и потом я люблю это поэтому мне это помогало но на следующий день буквально меня вызвали в офис иск и это была лена и она сказала так мы тут посмотрели все мы видим она имела в виду и борис гурча ну может быть какую-то еще коллегию сослуживцев и сказал что вот в эфир надо был тогда еще товарищ евгений кучеренко тоже наш коллега и вот они так между собой поговорили поговорили коротко и сказали что мол парень хороший надо ставить в эфир я уже стал готовиться к какому-то обучению там хождению я привык уже к старой школе что нужно ходить смотреть как работают мастера учиться чтобы поднатореть нахвататься осмелеть и прочее искали эфир завтра как мы тебя назовем просто титр надо набить у тебя очень стоит а я люблю быстрые внезапные вопросы тем более что они имели прямое отношение к разговору искал да есть и совпало меня просто самого института всегда называли по отчеству и тем более опять же по старой школе в во всех моих каких-то офисах кабинетах лабораториях и так далее принято было от высшей школы до молодого специалиста и дальше называть человека по имени отчества я сказал это идите к владимиру георгию да 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 а владимир георгию ты угадал у меня был сотрудник владимир георгиевич не здравит а владимир георгиевич сидел вот здесь напротив вы был на пару лет старше меня на пару лет выпустился из института раньше и мысли владимир георгиевичем конечно могли даже напрямую но в обстановке таким образом я сказал да александр так и оставим я был рад всему пожалуйста я только не хотел придумать какого-то никнейм и я остался собой я действительно на следующий вечер или это был ночной эфир вышел в прямой эфир и был несказанно этому рад и совсем справился меня все похвалили не знал что меня хвалили вот так спасибо что сказал от лены зименко комплимента получить было не да очень сложно оказывается я умудрился спасибо точно так вышел ты еще не с ньюсблоком нет это был просто очередной ночной эфир у нас были огромные блоки подводки к тогда называлась ведущий музыкального эфира и просто ведущие канала без тиви и я просто вышел рассказывая и какие-то сообщения подоспевшие к тому моменту по факсу прошу замесить иногда он плохо пропечатался иногда он опаздывал иногда он приходил на неделю позже иногда агентство интермедиа могла просто забить на что-то это было сенсацией иногда могла выдвинуть какого-то артиста когда был неинтересен нужно было все это применить свои навыки медиатора вместе с редакторами таким образом клипы сообщения шутки-прибаутки звонки в эфир и где-то этот час полтора может быть два по-разному длилось в очень ночное время меня это устраивало абсолютно потому что я по жизни сова и мне нравится быть очень активным в ночное время сейчас ночь почему такой активный да ты видел до этого хоть один кадр телеканала мтв или какого-то другого музыкального канала европейского да чтобы понимать как это делать вот это было моей жизни пиратство сыграло великую роль дело в том что будучи еще студентом и там чуть старше я со своим приятелем с которым мы составляли такой диджейский дуэт мы веселили людей на танцплощадках но это не все что занимало наше время конечно мы иногда ходили в институты сдавали экзамены но во все остальное время мы куда-то кому-то как-то переплавляли какую-то технику паялись переписывали в общем все это монтировали мы не знали что это называется монтаж и заработали себе на видео и видео которое мы наблюдали помимо кино памятников к того времени веет час кассеты двух трехчасовые а если повезет то и четырехчасовые на которые влезал два фильма боевика да например мы могли смотреть удивительные вещи нам друзья там дети богатые сынки и дочки или просто какие-то хуми вояжоры знакомые знакомых могли подкидывать кассеты с пометкой mtv просто человек в отеле заряжал кассету и записывал просто вещание канала у нас таких кассет было много и я смотрел их и моментально заучил я могу любой фильм сейчас показать любой клип тогда относился к этому как мини-фильму ну чем они собственно всегда являлись я могу сыграть этот клип любой того времени на это все время обновлялась потом о чудо когда я жил за границей я всегда смотрел только mtv тогда он был европейский в словении в италии меня когда этим когда это были эмираты это был не поверишь чудеснейший mtv мандарин арабский китайский индонезия наверное вот эти страны малайзии это мандариновский mtv который был всегда очень брутально настроен там всегда были стон темпл пайла целесен чейнс прол джем металлика и так далее тогда там всегда было очень жестко и мне это нравилось как казалось бы почему а дом в котором я живу в москве был его как это сказать этот район закрывала вещание каких-то хулиганов пиратов которые открыли первое кабельное в москве поставили какую-то чудо технику и транслировали мимо фильмы между фильмами мисс программка между фильмами и какими-то новостными сообщениями о погоде там у природе и о ценах в магазинах они просто показывали огромное количество клипов и это был канал мтв то есть я был всегда зритель мтв я фанатом мтв был еще не знаю середины 80 но вспомни какой-нибудь клип который тебя потряс просто потряс путь сам щуга animal и этой же команд они были тогда очень сильно в топе а меня потряс энтер сэндман но это было чуть позже в середине 80-х конечно меня безумно радовали красивые девчонки со своим нью-диско там кайли минок джейсон донован вместе с ней ри кэсли это было очень много веселых и незатейливых клипов команд которые у нас так и не пошли сюзи набираюсь или ким секс пистол своих ротировали как по группу кем они являлись всегда простите меня фанаты прибегут пусть пусть я готов встречи аргументы у меня у меня у меня всегда впечатляли программе которые назывались раквиментаре которые были полны музыкальной информации они просто развлекухи очень все все ясно доставки сестры вот какие-то такие герои того времени да но shakespeare sister это был потрясающий клип но к сожалению фактически один единственный который мы увидели стей да 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 где брюнетка и блондинка борются за душу умирающего человека на больничной койке в какой момент родилось название юсблок и у тебя у твоя ли собственная была инициатива давайте я вам буду рассказывать о музыке или это тебе и друзья сейчас вы подумаете что я подлизываюсь к хозяину программы ведущему нашей беседы но это не так это только факты название родилось в стенах вернее в маленьких застенках студии вокального бокса я бы сказал радио максимум тысячу лет назад на пушкинской площади к москва news это здание на московской новости да на четвертом кажется этаже я просто приехал туда записать голос и сделать джингл потому что у нас не было ни монтажки невозможности а чудо чудо чуваки в студии могли это сделать им а мы дружили с максимум неразрывно и я подумал да окей я поеду идеи не было думаю в студии придумаю как всегда перед эфиром вот сейчас возьму и на ходу потому что но все это влияет это все-таки храм искусства для меня любая студия таким образом я помню вдруг меня пробивает идея я вспоминаю какой-то риф я забегаю в архив и говорю ребята у вас есть rainbow 79 на меня смотрит человек с хорошо поставленным голосом такой худощавый брюнет мора которого я вижу впервые смотрит на меня и говорит откуда ты же на максимум это был александр нуждин а ну никакого альбома он мне не дал но он сказал поройся где-нибудь что-нибудь каких-нибудь звучках и библиотеках я не стал в все-таки прибегать к этому методу я нашел и вырезал какие-то куски из малоизвестных но очень ярких и запоминающихся на мой вкус фрагментов композиций и тут же накидал на бумаге текст и подумал пусть он будет двусложным английским и русским потому что мы будем говорить и то и другое плюс меня в свое время всегда на корабля у нас была международная команда называли на из блог ну потому что я мог веселиться и дебоширить но ок это англичане но да вот это английская у нас англичане и ирландцы были в команде в основном блог я думаю я новостной чувак в принципе я все время этим занимался блок это еще такой кирпич потом это блок в эфире блок вот и кирпич будет вылетать в кадре что-то какое-то что-то несуразное ладно постараюсь объяснить это видеоинженер а сейчас звук я записал все вот это случилось в одну секунду и вышел я уже с радиостанции максимум и из из студии имея в руках продукт поехал в видеостудию мы это все добили картинкой и так под программа пошла вот и все так что практически ты присутствует как ты да мог это запомнить вообще сейчас первый раз я тебя это услышал у меня в гостях александр анатольевич и мы разговариваем о 90-х эта программа как все начиналось вернемся после короткой паузы спасибо за то что смотрите дождь у нас в разгаре беседа о эпохе 90-х годов и в гостях у меня сегодня александр анатольевич перри перемена логотипа с без тиви на мтв насколько это была фундаментальная перемена в жизни вот тот тот фактически как я понимаю весь коллектив но все основные люди с без тивими они пришли вслед за борисом гуричем зосимом в империю в индустрию мтв большие большая ли это важная ли была перемена или вы просто продолжили заниматься тем что вы уже делали странно если бы кто-нибудь сказал что это был просто смена логотипа но нет конечно это была сенсация в первую очередь для самих нас это было очень долгожданно для меня потому что так совпало для меня это было не смена логотипа а я ушел в ту реальность который в принципе всегда пребывал то есть будучи старым фанатом мтв и к тому времени я претендовал на звание и знатока этого творчества и этого вида искусства на пороге тебя встретил я вдруг попадаю туда этот логотип по плечу искал welcome home brother welcome home были горячие встречи в нью-йорке бродвей 1515 это альма-матер всего мтв там с 81 года это все было как раз с этого пожалуй началось ближайшее знакомство с мтв для многих моих коллег то есть когда мы были без тиви там остались самые верные гвардейцы которые просто пытались делать этот канал по-прежнему достойным и потому что они понимают здесь аудитория есть то что они любят делать если они это умеют то надо сделать все еще хорошо пусть на канал дважды два уже надежды не было потому что он тому времени закрылся того той формации дважды два но мы продолжали жить выживать и прочее и вдруг мы понимаем мы движемся какой-то великой цели и знал заранее что он ведет переговоры я догадывался я я это предчувствовал меня очень сильная интуиция я догадывался по всем моментам вокруг потому что ведь еще тогда открылся канал к 10 потом он стал космос тв через некоторое время он стал мус тиви я не знаю вряд ли ты за этим следил нет и вряд ли кто-нибудь об этом знает но первым ведущим канала мус тв являюсь все таки я потому что это я точно не знал об этом не знает и сам канал мус тв и так далее просто я помню как самые самые первые эфиры господин андрей болтенко алексей сеченов еще буквально пару человек которые должны были обеспечить техническую историю выхода канала просто были в небольшой аппаратный по поручению лена зименко и борис гурча и придумали я накидал плейлист и сценарий программы это был огромный вид джейский блок ребята сделали что-то там для того чтобы красота пошла в эфир и потом я сейчас скажу десятый аппарат на четвертом этаже войска 1 я смотрю через огромное стекло и вижу что люди какие-то приходят уходят это какой-то был кастинг там появлялись будущие ведущие канала мус тв их кого-то оставляли кого-то нет считанные дни ко мне присоединилась тут ларсон и мы вдвоем с нею вели этот канал и очень долго у меня терпи как вы это я понимал был ну плацдарм для будущего гигантского музыкального канала и я уже понимал что все что происходит на этом канале это есть мтв потому что когда я видел то что в мониторе это было мтв я уже был мтв ну внутренне только логотип был другой но мус это все тезки по сути вот и конечно я думаю было бы здорово если бы вот просто оно и случилось тут-то выдержал на этом канале года два с половиной мне кажется я продержался там года полтора пока этот канал имел отношение борис гурчу я там был затем там начались какие-то пертурбации это мы забудем и пропустим потому что им было и не сладко и как-то сутолочно и и и и непонятно и канал перестал быть музыкальным а а у нас пошли движения веселые красивые яркие трудные но вполне успешны и вот тут появилась командировка в нью-йорк 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 и мы знали что мы уже едем на мтв это была стажировка знакомства мастер-класс обмен опытом да просто кайф какое впечатление на себя произвело вот это вот историческое здание на бродвее ну я я гордился собой что это альма-матер-мч-в стоит в самом центре пуп земли на медицинской и напротив мой любимый магазин virgin который работает до часа до двух в америке это слишком долго практически круглые сутки и и в общем весь мой экскурс был это круги по тайм-сквэр по манхэттену с заходом в альма-матер и потом опять я что-то там для себя подмечал примечал покупал какие-то альбомы все время пребывал в этом офисе и все время задавал какие-то дурацкие вопросы мне сказали молодец делай все что хочешь знакомь с кем угодно спрашивай все что хочешь и и мы совпали дело все в том что они смотрят на процесс обучения специалистов а у них это не впервой потому что она мтв к тому времени был открыт где угодно да мы не мечтали что мы откроемся в россии и мы не догадывались что это возможно так вот всегда молодые специалисты пытаются показаться не лыком шиты а я все во все 90-е вел себя так объясните мне это как мне не стыдно не знать мне мне стыдно не хотеть этого знать и стыдно это не уметь после вашего мастер-класса таким образом я хватал все что угодно я потрясен был еще там тем как так какая там атмосфера и как это все выглядит вот это кто то что каждый этаж отличается от другого эти высоченные потолки с системой вентиляции которые оставлены просто наружу переговорка в которой дверь открывается как в гараже выезжая вот таким вот образом и въезжая обратно ну просто декорации легендарных программ которые стоят возле лифта просто чтобы ты помнил где ты находишься или монитор где ты всегда можешь посмотреть что-нибудь обязательно свежая или не уст не опоздать в студию где тебя все это предупреждает это прям это было просто офис мечты вообще абсолютно да это было путешествие в будущее для меня скажи пожалуйста да сильно ли тебя сложно было сложнее ли было для тебя привыкнуть вести ньюсблок на мтв по сравнению с бистиви я подозреваю что легче в сто раз потому что канал получения информации открылся невероятно вы же имели доступ ко всем музыкальным новости на верно тогда интернет еще не буйствовал и не поработил такое огромное количество аудитории и сотрудников но у нас был прямой канал получения информации от наших коллег кстати надо сказать они очень часто пользуюсь нашей информации потому что началось следующее к нам приезжали артисты мы записывали разговаривали беседовали и отправляли туда и западная аудитория была в курсе того что происходит в течение тура там я вот вижу дэйв ган хорошо дэйди стики флор он проходит успешно и в москве и это видео подтверждение есть уже в том же нью-йорк или лондоне и тогда и то есть ну конечно меньше материала исходило от нас по известной причине но это же было невероятное на уровне на одном плодотворное время для визита всех западных звезд то есть ничего подобного сейчас нет то есть когда у тебя там на протяжении каждого из месяцев артисты калибра я не знаю рамштайн или депешмод или первого эшелона так называют в российской филармонии да то что то есть они все здесь и они еще к тому же обязательно должны прийти к вам в студию не обязательно но они никогда в жизни не отказали и не отвернулись потому что мтв это был таким маст хэв маст би маст мит мазду но это же не ничего близко даже ни одна радиостанция или другой телевизионный канал не стоит к этому потому что ничего не надо объяснять зайдете на мтв это им хорошо знакомо ходили все с удовольствием это правда но вот расскажи мне пожалуйста про самые яркие твои впечатления о музыкантах которые о которых но предположим ты их любил уже к этому времени мечтал с ними увидеться с какими-то своими героями вот и какое впечатление они разочаровали они тебя или какие-то из них а какие наоборот повергли еще больший восторг и большую любовь к их музыке из тех кто приходил тебе в гости вот сейчас скажу самое первое впечатление быстро вот та самая елена зименко тот самый борис зосимов и тогда занимались западными артистами и явлением этих артистов публики так вот когда я приехал в клуб пилот на красной пресне в девяносто шестом году а на пресс-конференции группы deep purple и задавал им вопросы лично они на них отвечали именно мне и я это показывал с доблестью в эфире я конечно был счастлив как дитя потому что эта группа российская и вдруг я встретился с ними и они отвечали далеко не всем и тогда я не был мтв просто я сформулировал вопрос я сделал так что они захотели со мной говорить вот впоследствии в мтв времена ну наверное я встречался с теми я я я любил всегда встречи с музыкантами которых я знал тысячу лет которые из того поколения ну к примеру совсем уже взять крайности в хорошем смысле ко мне приходят в гости в программу на большое интервью мистер кен хэнсли и с гитарой он как такой как бард он всегда сгиб а вот и гитара есть и споет кто про снежинку а кто про ведьму так вот в данном случае он пришел и сказал о чем мы поговорим сынок ну не с пони братом а так знаешь на чем мы будем разговаривать дружище я говорю ну мы бы хотели поговорить о музыкальном делении том числе даже не знаю как бы выкрутиться у него блестящее чувство юмора английском сказал мы же распались еще до того как вы появились делать ну а конечно он знает и все и вся и и просто напомню это клавишник группы юра и хип которая в свое время задала тон очень многим коллективом такие встречи я люблю но я не могу отрицать что я получил огромное удовольствие от разговора с умнейшим и жесточайшим и я не знаю ярчайшим оратором генри роллинзом какой он прекрасный да к нам он тоже зашла максим да одновременно и саша скляр делал с ним интервью учитесь плавать программе но он просто мало того что он блестящий жестокий музыкант но он же еще и телеведущий и оратор и он прошел проверку временем с ним кстати большинство из соратников по цеху с удовольствием разговаривают потому что знают что это наверняка будет такое мощно интеллектуально насыщенное говоря школьным языком клыба человечище человечище я помню как мы с тобой вместе встречались встречали господина мэнсона у которого на два дня двое суток задержали где-то на таможне какие-то фуры где нас растерянная публика пыталась задержать потому что мы не ту информацию несли в массы этот не тот артист который должен там приезжать бесконечные споры и эти же люди кайфовали на концерте который все-таки состоялся вот тоже встреча он и я я видел его в нью-йорке я слышал его записи тогда я уже понял что это за артисты какого ранга а потом мы просто мило побеседовали он оказался тоже под маской а эта маска под маска колас много интерес очень много конечно как хорошо звучит фраза я был на нтв до мэнсона это так это правда это правда ну и конечно в момент встречи с дэйвом ганом я конечно я вспоминал как мы пересматривали затертый кстати слов к слову овечь из затертый до дыркли people а пипл советской хроникой по непонятными звук звуками и какие-то депешмот французы англичане ничего не понятно но мы просмотрели все их клипы и поняли что это что-то особенное нас это привлекало тут вот он пожалуйста сидит перед нами рассказывает это то есть это были встречи с теми которых ты давно знаешь но вот они перед тобой явились а были какие-то вот прям такие в абсолютно лузерские варианты интервью чтобы ты выходил думал ну блин думал что порядочный человек или хороший интересный собеседника они чтобы разочаровался да а ну я пытаюсь не очень очаровываться артистами я больше вы я и я и либо люблю либо не мудрость да вот ну слушай ну возьмем пример джерри халявол девочка из поездов я всегда рыженькая которая была очень кругленькая а потом вдруг стала такая подтянутая и самая успешная из всех ну я не говорю про замужество и викторий бэк таким образом мало пела она в основном ли она вода больше делала сэлфи только без 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 девайса таким образом джерри приехала я подумал ну ладно окей с поездил суки великий коллектив большая группа большой проект большие деньги большая популярность огромной аудитории конечно мы встретимся поговорим но вот она меня удивила не сказать что очаровал она удивила потому что они все-таки артисты очень вышкаленные и когда начинаешь с ними говорить не как с пиар-персоны которая приехала рассказать тебе о том что ей велел рассказать рекорд-лейбл о себе и так далее то ты удивляешься надо же вот там-то на бэкстейдж и намного веселее интересней очень здорово прошла встреча с коллективом аха который был всегда очень загадочный холодный дистанцированный и мне казалось что ребята совсем космонавты это просто люди айсберги и прочее прочее очень очень теплая беседа очень любопытно и в основном только о музыке это кстати могло и погубить музыкальное телевидение ведь очень много музыки говорили и очень много ее слушали а почему и вдруг появился этот странный крен вдруг людям захотелось знать что-то еще вот личностные качества и истории связанные с их деятельностью а что-то бэк-бэк-бэк-бэкстейдж вы вот вот это мне до сих пор непонятно к в чем по-твоему вот эта закономерность которую прошло мтв от от канала которая определял целое поколение к смене формата где в основном там начались какие-то молодежные шоу где рэп-артисты демонстрировали свои хоромы и кроссовки тачки тачки так далее и в общем в тот момент мне человеку влюбленному всю жизнь в музыку это стало так странно и так обидно и так неинтересно подмена прошла не полноценная вот я я усматриваю вот уже с из 2016 года это начало общей закономерности того что музыка перестала определять образ жизни людей и их группу крови исчезла эта система знаков ты слушаешь того да я тоже и все и ничего не надо оставая снять да и и в общем которая в конечном счете продолжилась в эпоху интернета и музыкальное телевидение исчезла как фактор определяющий вообще в принципе твою принадлежность какого какому-то сословию кругу интересов к чему-то еще я сегодня не могу никому например порекомендовать идти в музыканты потому что ничего былого такого не осталось за редкими редкими исключениями как ты усматриваешь ты в этом какую-то закономерность или нет о чем ты говоришь я со своим одноклассником до сих пор разговариваю напряженно потому что он недолюбливает роллинг-стоунс понимаешь убить уничтожить это это сладчайшие моменты когда люди спорят о музыкальных вкусах и конечно очень символически делятся на при приверженцев или противников какого-то течения и так далее это все очень очень мило потому что это процесс движения вперед и люди в этот момент что-то друг от друга узнают они подпитываются чем-то и они в этом момент очень живые когда людям просто выдают боевой желтый листок кто за кого вышел кто от кого залетел и кто сколько получает люди берут это все читают забывают и все они даже не помнят хустат они то есть появилась а что там напевать нужно напевать перис хилтон ты будешь что она она famous by being famous а каким образом ты не поверишь я ехал к тебе навстречу специально поставил альбом кани уэста нет у него все хорошо наверное по законам бизнеса он молодец и прочее но и не после разговора с ним не по после прочтения всех интервью и прочее и что википедия что какие-то другие там каналы с ним делали не после прослушивания альбомов и ничего не могу понять ну ладно не страшно пусть он будет потому что у нее своя аудитория почему других то нет почему он в общем выбор делает все-таки публика в конце концов и я боюсь что публика делает выбор выбор в сторону сэлфи инстаграма да ну идет в абсолютная примитивизация всего и вместо того чтобы пойти в салон ателье и сделать красивый портрет который ты бережешь годами конечно можно забабахать сэлфи за секунду и растиражировать всему миру и падает ценность этого момента падает ценность участников этого момента вспомни пожалуйста то что было вокруг твоей профессиональной деятельности вокруг мтв в привычках к одежде в какие клубы ты ходил в ту пору какие я не знаю там аксессуары гаджеты в ту пору в 90-е годы что что там вызывает у тебя сегодня улыбку у меня вызывают улыбку все что происходило в течение 90-х недавно я принял участие в программе которая говорила о связи и ребята готовясь к этой программе подготовки таким образом нашли какие-то девайсы разных лет мы говоря телефонной связи и к каждому слову они выносили иллюстрацию я говорил про эбонитовый сталинский телефон они его где-то раздобыли огромная красивая трубка по абсолютная копия американского эти ти окей там еще но когда пошло дело по когда мы начали говорить о первых мобильных они говорят вот это сложнее ничего я подготовился доставал этот вот огромный бандитский телефон с антенной который надо вытягивать разговаривать об голову закрывать я на я нашел пейджер восьмистрочный на секундочку да и у меня до сих пор цел он не работает но это предмет пусть будет это артефакт я еще были какие-то твои твейджеры да что то вот и вот это вот у меня вызывает умиление потому что сейчас я увидел кадры я читаю с пейджера какое-то сообщение я работал в эфире на радио я читал эти заявки и критику и похвалы тут и произносил я думаю что главное особенность пейджера неведомая большому количеству зрителей которые сейчас нас смотрят заключается в том что это не сообщение которое набивалось самим не самим под посылающим сообщение на компьютере ратор ты звонишь оператору мобильной связи там сидит какая-то девушка и ты ей диктуешь она несколько раз тебя переспрашивали она поняла если ты пытаешься обозначить как название альбом или артиста послушал ли ты это или сегодня то ты то ты просто по буквам диктуешь русского алфавита да клуб и вдруг смс убили пейджер о май гад ну что же делать забавно вообще а клуб какой твой любимый был в 90-е годы или на рубеже 90 я не могу сказать что я прям тусовщик и знаток но конечно я побывал во всех клубах того времени и там журналы ом птюч диктовали какие-то тренды и прочее ну ведь даник был моим титаник посещался регулярно и я видел там я никогда не был большим фанатом электронной музыки там определенных диджеев и так далее ну например как сейчас я помню что году в девяносто может быть седьмом я был на выступлении группы night crawlers выступление начиналось в 4 утра я пришел туда в 11 в 12 потому что это была единственная возможность попасть клуб мимо всей очереди так далее прослушал и увидел и оттанцевал все что только можно и дождался любимый коллектив откуда я знал про night crawlers я всегда их видел все клипы на mc к тому времени я напевал эти песни я не знаю не мог поверить что они вот они передо мной там приезжали какие-то коллективы в титаник которые были участниками технотроник это тренды и я никогда их не избегал планета а плавка еще было было прекрасно исполнительница был мдм роберт майлз выступал именно в мдм роберт майлз величайший к тому времени он был самый топовый я до сих пор что говорить нет нет да смахну слезу под композицию tell me a fable или там children и прочее прекрасный исполнитель скетмен джон да но он не доехал до нас он не доехал но это было это было то что звучало из каждого утюга вообще да и тогда родилась эта фраза из каждого утюга из каждой кафе варка потому что тогда повсюду продавалась бытовая техника это была более популярная техника чем бумбокс или плееры а скажи пожалуйста вот с той поры ты еще и играешь сам диджейский сэн не стой я диджею я диджею с конца семидесятых а вот оно что бобины кассеты и так далее еще на бобинах да именно только на них где я возьму тебе винил в конце семидесятых с ума сошел он стоит безумных денег если он мне в руки попадется никак в жизни его никому не отдам да ты знаешь что первые диджеи заклеивали пятак чтобы диджеи которые заходят на их сет чтобы они не знали что они крутят у нас была пластиковая фитюлечка такая вместо пятака да да выкручивались как могли это было да но еще еще я помню что в в 90 на рубеже и в и в начале 2000 годов вот приглашали каких-то каких-то суперзвезд диджеев и часто очень выяснялось что они вообще не качают то есть это какая-то мировая величина какой-нибудь там ван дайк или питонг и наши ребята и владельцы клубов через там 20 минут после начала сета видя как танцпол постепенно рассасывается они их отодвигали и снимали снимали даст с этого сама не помнишь ли таких вещей каких из диджеев ты встречал в то время я не я не был очевидцем вот такого момента чтобы сняли какую-то суперзвезду с пульта я как раз видел успешное выступление той же маруши того же майлза и еще некоторых диджеев но самыми ярко самым ярким выступленным все-таки был майлз потому что ну мы когда-то очень долгожданная очень долгожданная и не только потому что и он был очень хитовый потому что действительно это было что-то очень но очень красивая и мне бы я была мне оказалось мне показалось очень трогательным то что он был абсолютно потерян итальянский парень чё греха дать малообразованный говорящий на английском языке как говорят в итальянской глубинке то есть практически никак почему-то с ним в клубе дважды два если я не ошибаюсь или там в ресторане три пескаря помнишь эту рекламу дважды два это в линкоме новости а это в дважды два время новости а был а может я путаю клуб дважды два был там где линком да да внизу ну то есть в крайнем подъезде там где был ресторан трамм да да вот слева от него был вход в дважды два я помню там же где тусовался нуждин часто же нога вот один из диджеев то время да 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 так вот я забыл неважно как как называлось это заведение приезжает майлз почему-то на пресс-конференцию причем сопровождении дамочки переводчицы с французского на русский очень удачи во французском то он вообще не силен но он конечно пытался изъясниться она это как-то странно переводила никто ничего не понимал мы задавали вопрос на английском получали ответ да нет и все ничего не случилось ну я смог потому что я просто начал с ним говорить на итальянском и он увидел и услышал меня и подумал родненький да я тебе расскажу все как есть к и мы сделали с ним великолепное интервью до выступления еще днем и потом уже под само утро когда это выступление прошло действительно успешно и у меня отличным и темно даже где-то на кассете записано аудиокассета который я дублировал на диктофон аудиок аудиокассета это вот то что вот ручкой надо перематывать биков ска вот такая большая кассета маленькая пленочка знаешь много лет спустя я вдруг прочитал где-то что он якобы запрашивал права на мелодию песни children у гаррика сукачева но по имени а водой да 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 вот это да 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 в его в одном из интервью он сказал что ему на самом деле он сочинил ее потому что ему нам нужен был трек остужать толпу из выхода диджейского силу down до напоследок хотел к тебе два вопроса задать таких общего характера первый это вот программа называется как все начиналось что тогда начиналось что тогда началось и что с тех пор исчезла и закончилась ну тогда начиналось движение в какую-то сторону которую каждый выбирал сам то есть каждый выбирал себе вектор своего собственного разбития кто-то вкладывал в себя и учился чему-то или у кого-то кто-то начинал какие-то свои воплощения в чем выбирал профессию или выбирал какую-то деятельность вера вера в себя начиналось да люди уходили в себя и потом опираясь на себя свои данные свои возможности пытались сами что-то сделать и ни на кого не надеялись и это нормально потому что в первую очередь все исходит конечно от тебя к это сам себе предоставлен когда-то абсолютно один и когда ты можешь только опираться на собственные знания собственные силы в этом ничего плохого нет потому что тогда они мобилизуются твои какие-то ресурсы когда с тех пор с тех пор с тех пор но видимо люди потерялись в этом огромном выборе и я не говорю про музыку ее стало слишком много она стала слишком доступной и люди потерялись в ее качестве они потеряли качество своего выбора из-за того что количество слишком велико и не и некому подсказать вот а хорошо бы потому что ну да окей интернет открываешь там все есть это прекрасно надо еще понять что искать ты же найдешь только то что тебе подложат а с какой целью непонятно поэтому лучше спросить кого-то лучше и все равно люди немножко делятся на касты на какие-то подразделения на какие-то вкусы но все это какая-то мелкотемная переписка все это очень поверхностно и вот как моя бабушка говорила по пути наименьшего сопротивления открываешь интернет там что-то есть я это посмотрел да стыдно не знать потому что все это видели знаю но перестала быть стыдным быть не очень образованным перестала быть стыдным быть неграмотным неграмотно говорить неграмотно писать вообще увидеть писать о чем тут вот как-то я не знаю если говорить совсем уж точно наверное какие-то ценности поменялись они же были всегда одни и те же просто каким-то придавалось какое-то внимание и уважение каким-то нет в силу каких-то внешних обстоятельств в 90-е ценности были очень простые и конкретные и конечно я говорю не колбасе и сахаре конечно 90-е были не сладкими но в них были всевозможные направления куда ты мог себя деть сад расходящихся тропа и вот удивительно всегда удивительно то что в 70 80 90 если уже закончить разговор о музыке этой музыки практически не было мы должны были раздобыть и мы ее любили выискивали знали наизусть сейчас этой музыки сколько хочешь хочешь музык разных понимаешь их полным полно и не хотят все что лежит перед носом не интересно все что нужно раздобыть зачем я уж чем-нибудь обойдусь то есть при огромном вы выбор в 90-х музыкальный и видео и аудио был невелик но мы его делали правильно благодаря себе и и своим соратникам сейчас выбор величайший или не знаю что с ним делать потерялись это странно во многих областях так происходит и в выборе профессии выборе образования выборе свои партнера в конце концов по работе и в жизни то есть запутались не хочу говорить слова потерялись потому что это слишком модно потерянное поколение вряд ли она потеряно все найдутся никуда не денутся время все выправит но на себя надеяться бы стоило больше и себя использовать в этом выборе в этом движении нужно больше потому что все-таки если ты через себя пропускаешь все что происходит вокруг и на себя надеешься опираешься то ты и сильнее и крепче и вокруг тебя все происходит надежнее и точнее как тебе больше подойдет последний вопрос это если бы ты встретил самого себя в 90-м или 91-м то чтобы ты себе сказал на чтобы ты напутствовал от чего бы предостерег ну вот я сейчас благодаря тебе увидел себя в то время я увидел этого молоденького ведущего и посоветовал мы сходу не рвать слова потому что там видимо молодость и волнение я у сейчас преподаю в институте члене радиовещания и я конечно показав эту пленку своим студентам сказал бы вот хороший пример ошибок и разобрал бы эти ошибки я бы предостерег себя от тех ошибок которые я совершал в качестве профессионала в эфире а в принципе в жизни но я бы наверное меньше тратил времени на какие-то благие шатания и я бы меньше зависал и больше бы работал вот это странно звучит потому что как правило люди с течением времени больше жалеют о том что они мало отдыхали мало путешествовали так далее мне с этим слава богу повезло я бы еще больше работал еще больше путешествовал и еще больше бы пытался сделать на том же телевидении и на том же радио потому что с течением времени понимаешь как намного больше этих возможностей было и не скажу что они были упущены нет но всегда хочется больше и лучше потому что все таки перфекционизм он не оставляет не истребим не оставляет тебя в покое никогда спасибо тебе большое за вообще прекрасную какую-то волну воспоминаний в которую я надеюсь что наши зрители также оказались погружены как и я это александр анатольевич программа называется как все начиналось очень надеюсь на следующий повод как-нибудь встретиться с тобой побеседовать спасибо за то что смотрите дождь до свидания спасибо до свидания спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! але